Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказки про лису. Волк и лиса, лиса и кума, лиса и кот. Итак, волк и лиса. Жила лиса у волка в услужении. И что волк ее заставлял, то лисе и приходилось делать. От того, что была она его слабее, и захотелось лисе от хозяина такого избавиться. Случилось раз идти им вместе по лесу. А волк и говорит, лиса рыжая, достань мне что-нибудь поесть, а не то я тебя съем. И ответила лиса, я знаю один крестьянский двор, есть там двое молодых ягнят. Если хочешь, давай одного утащим. Это волку понравилось. Пошли они туда и украла лиса ягненка. Притащила его в волку, а сама убежала. Съел волк ягненка, но этого показалось ему мало. Захотелось ему добыть другого. И пошел он, чтоб его утащить. Но волк был такой неловкий, заметила волка мать ягненочка. И принялась так сильно кричать и блей, что сбежали с крестьяне. Нашли они волка и так его избили, что он, прихрамывая и воя, явился к лисе. Ты меня, однако, здорово подвела, сказал он. Хотел я было утащить другого ягненка. Но поймали меня крестьяне и сильно мне бока намяли. А лиса говорит, а зачем ты такой ненасытный? На третий день пошли они снова на поле. И говорит волк опять, лиса рыжая, достань мне что-нибудь поесть. А не то я тебя съем. И ответила лиса, я знаю один крестьянский двор. Нынче вечером там хозяйка блины печет. Давай их утащим. Пошли они туда, а лиса весь дом кругом обшарила. Все разглядывала, да принюхивалась, пока не узнала, где горшки стоят. Стащила потом шесть блинов и принесла их волку. На тебе, ешь, сказала она ему, а сама пошла своей дорогой. Проглотил волк блины вмиг и говорит, они какие вкусные, что мне еще хочется. Пошел и свалил всю миску на пол. Одни только черепки остались. Раздался грохот и явилась хозяйка. Заметила волка, стала людей звать на помощь. Сбежались люди, стали бить его, кто чем попало. И убежал он на обе ноги, прихрамывая. И громко воя к лисе влез. — Что это ты меня так сильно подвела? — воскликнул волк. — Поймали меня крестьяне и начесали мне спину. Отвечает лиса. — А зачем ты такой ненасытный? На третий день вышли они вместе на поле. Волк, прихрамывая, еле поспевал за лисой и говорит ей. — Лиса рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а не то я тебя съем. Отвечает лиса. Я знаю одного крестьянина. Он зарезал корову. И засоленое мясо лежит у него в погребе. Бочонки, давай его утащим. Сказал волк. Так, давай пойдем поскорее вместе, а ты мне поможешь, если я сам выбраться не смогу. — Что ж, пойдем, пожалуй, — сказала лиса и показала ему все пути и лазейки. И вот добрались они наконец-то погреба. А было там мясо в досталь. И волк-то час принялся за него и подумал. — Все съем. Времени не хватит. Лиса тоже как следует полакомилась. Но все кругом поглядывала и частенько подбегала к дыре, через которую они в погреб забрались. Да все пробовала. Достаточно ли дыра широка, чтоб в нее пролезть? А волк говорит. — Лиса, милая, скажи мне, отчего ты все взад да вперед бегаешь и все куда-то выскакиваешь? Да надо ведь поглядеть, не идет ли кто, — отвечала хитрая лиса. — Не ешь только слишком много. Волк говорит. — Я уйду не раньше, чем весь бочонок съем. А между тем приходит в погреб крестьянин. Услыхал он шорох лисьих лап. Как увидела его лиса, одним махом выскочила в дыру. Хотел было и волк следом за ней. Но он так набил себе брюхо, что пролезть не смог и застрял в дыре. Взял крестьянин дубину и убил его. А лиса в лес убежала и рада была, что от такого обжоры избавилась. Вторая сказка. Лиса и кума. Родила волчиха на свет волчонка и позвала в кумы лису. Ведь она к нам близкою роднёй приходится, — сказала волчиха. И ума у ней много, и ловкости немало. И она сможет моего сыночка обучить и помочь ему в жизни. Приходит лиса, такая почтенная и важная, и говорит, — Дорогая и уважаемая кума, благодарю вас за честь, оказанную мне, и считаю должным заметить, что и вы получите тоже от этого не меньшее удовольствие. На крестинах лиса хорошо полакомилась, развеселилась и говорит, — Дорогая кума, в нашу обязанность входит заботиться о ребёночке. Вам надо всегда иметь хорошую пищу, чтоб ребёночек-то окреп. Я знаю, в одном месте овечьи ясли. Там мы могли бы легко заполучить лакомый кусок. Волчихе песенка эта пришлась по вкусу, и она отправилась вместе с лисой к крестьянскому двору. Лиса показала ей издали ясли и говорит, — Вон там вы можете незаметно пролезть, и я тем временем на другой стороне что-нибудь высмотрю, не удастся ли мне схватить курочку. Но лиса никуда не пошла, а легла на лесной опушке, растянулась и стала отдыхать. Забралась волчиха в ясли, а лежала там собака, и подняла она шум. Прибежали крестьяне, схватили куму и задали ей порядочную трёпку. Наконец ей всё-таки удалось удрать. Она кое-как выбралась и потащилась домой. Вдруг видит, лежит лиса, а та притворилась и стала жаловаться. — Ах, кумушка, как мне плохо пришлось! Напали на меня крестьяне и всю меня избили. Ежели вы не хотите, чтоб я тут осталась, лишать да умирать, то вы должны меня отсюда унести. Волчика сама еле могла двигаться, но уж так ей стало лису жалко, что взвалила она её к себе на плечи и отнесла осторожно свою здоровёхонькую куму до самого её дома. Тут лиса ей и говорит. — Ну а теперь, милая кума, прощайте, счастливо вам оставаться! Лиса посмеялась над ней в досталь и убежала. И третья сказка — «Лиса и кот». Случилось раз коту в лесу с госпожой лисой повстречаться. Она умная и такая опытная, что её все на свете уважают, — подумал кот и ласково к ней обратился. — Добрый день, милая госпожа лиса! Как вам живётся? Как справляетесь вы в наши трудные времена? Ведь дороговизна-то какая! Посмотрела лиса надменно на кота, смерила его с ног до головы и помедлила, не зная, стоит ли ему и отвечать. Наконец она сказала. — Ах ты, несчастный, мурлыка! Дурень ты этакий! Голодный ты, мышелов! Что это тебе в голову пришло? Что ты осмеливаешься ещё спрашивать, как мне живётся? Чему ты учился? Какие науки прошёл? Я прошёл только одну, — скромно ответил кот. А какая же это наука, — спросила лиса. Если за мной гонятся собаки, то я умею прыгнуть на дерево и спастись. — Это и всё, — сказала лиса, — а вот я на целую сотню искусств мастерица. Да кроме того, у меня полный мешок хитростей. Мне тебя жаль. Пойдём-ка вместе со мной. И я тебя научу, как лучше от собак убегать. А тут как раз на эту пору проходил охотник с четырьмя собаками. Кот быстро прыгнул на дерево и уселся на самой верхушке. И ветки и листья его укрыли. — Развяжите ваш мешок, госпожа лиса, развяжите мешок, — крикнул ей кот. Но собаки её уже схватили и крепко держали в зубах. — Эх, госпожа лиса, — воскликнул кот, — вот вы со своей сотней искусств и попались. А могли бы вы забраться, как я, на дерево? Не пришлось бы вам с жизнью своей проститься. Вот и сказкам конец. А кто слушал, молодец. Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик и заглядывай в описание под видео. До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok